всем привет меня зовут андрей и вы на канале индустриал тул сегодня хочу поговорить о небольших приобретениях связанных с компанией makita что у меня появилась ну и так немножко поговорить о том что происходит в моей жизни какое ждет так сказать будущее канала у меня скоро день рождения 15 апреля сделал себе небольшой подарочек купил вот такую штучку ну это как переходник чтобы сделать из аккумулятора powerbank здесь есть 2 usb как вы видите это зелененький цвет что в россии большая редкость то есть в россии такую штуку не купить купить можно только синего цвета а это именно makita выделила отдельную линейку назвала ее outdoor adventure в эту линейку входит как сказать не инструмент больше ну можно назвать инструмент который предназначен для активного отдыха там есть холодильник фонарики разные с радио там без радио плед с подогревом куртки всякие с подогревом много они к этой линейки приписали то есть этот инструмент есть и в обычной серии ну и естественно и в серии outdoor так и воздухоотдувка там есть новая маленькая спасибо отделю купил ее через человека через так сказать параллельный импорт потому что потому что у нас в россии санкции и у нас можно купить только вот такого цвета у меня уже принципе есть подобное только тут один usb вход и есть проводок такой это адаптер модель dcv 202 и он конкретно вот от этой куртки это куртка с подогревом не куртка жилетка поэтому захотелось именно какого-то эксклюзива так сказать на день рождения чем-то порадовать себя потому что мне будет уже 41 год если честно в жизни последнее время наверное лет 10 уже последних не радует вообще ничего какие-то а именно сейчас последний месяц какой-то депрессняк взял просто нереальный не ролики вообще такая лень что-то делать ролики вот вы сами видите почти его не выходят снимать ничего не охота не знаю чем связано но может быть в прошлом году и мать похоронил отец сейчас в очень плохом состоянии можно сказать уж в овощи превратился война это много факторов ну и плюс мне жена говорит да у тебя каждый год перед днем рождением такое седой уже весь стал хотя бывают такие комментарии что даже вот недавно прокакивал да ты типа еще молодой и глупый не знаю 41 год это молодой или уже не молодой ладно давайте посмотрим так сказать штучки эти поближе разберем откроем сравним здесь просто я обратил внимание в характеристиках указано да вот здесь макс 21 ампера на каждый порт выхода здесь один порт но здесь 2 и 4 ампера к сожалению замерить я это не смогу дома нечем мне даже тестера дома нет так что просто откроем посмотрим как платки одинаковые не одинаковые все такое и причем прикол такой вот это зеленая для японского рынка и для американского но конкретно вот эта штука для американского рынка но сделано в китае почему на алиэкспрессе нет китайской версии на алиэкспрессе сейчас вот синюю спокойно можно купить хоть для xgt аккумулятора хоть для lxt аккумулятора что то что то версия присутствует ссылки оставлю в описании можете зайти и заказать цена кстати выйдет точно такая же как у меня он меня там 600 чем-то рублей пересылка и 3000 рублей я по деле перевел за нее ну давайте открывать ну и вот так поближе выглядит коробка модель иди и дипи 05 у нас в россии она по-моему ру одипе 05 сзади указано 3 года гарантии outdoor adventure 18 lxt power source использовать только с аккумуляторами макита серии lxt максимум 21 ампера на порт выход серийный номер сделано где не написано где сделано написано на самой на самом приборе открываем внутри такая толстенькая коробочка здесь бумажечки сбоку какие-то предупреждения кстати вот три года гарантии написано но если здесь есть вот такой листик это гарантийный талон американский он сразу как открытка идет и так понимаю почтовая по почте отправлять кстати почему не заполнен американцы как у нас помните было снимали все что не принимают без заполненного гарантийного талона по гарантии здесь если почитать то три года гарантии работает только на как это назвать на пневматический инструмент и на по-моему аккумуляторы и зарядки и все на остальное все всего лишь один год гарантий то есть это все рекламный ход такой у нас в россии намного круче гарантия но зато здесь есть 30 дней возврата но у нас как бы тоже по закону есть 14 дней здесь в америке просто чуть чуть больше инструкция вот вообще ее модель а дипи 05 это вот а да я так понимаю разновидности там по цветам инструкция только на короче на русском языке нету английский португальский ну и сам девайс поближе здесь makita lxt резиночки закрывают два порта usb можно включить выключить предупреждение еще одно предупреждение ну и снизу плюс-минус абс пластик и петля на ремень пластиковая а вот здесь петелька у нас металлическая кабелек видите отличаются тоже bs пластик винты также расположен винты кстати разные зеленые большие и немаленькие зеленые кстати есть серийный номер и дата производства 21 год 10 месяц на этой штуке неизвестно когда она сделана и где здесь указано что сделано в китае давайте сначала проверим пятерочка вставляем шнур айфоновский вставляем я не знаю возьму старый планшет iPad mini 1 вставляем включаем да зарядка пошла поменяем давайте включим чтобы было видно идет зарядка 37 процентов выключаем зарядка не идет включая зарядка пошла в принципе по тому же принципу работает и вот этот девайс также чтобы заработала зарядка нужно его включить пошла зарядка уже 38 проверили ну и давайте разбирать винтики здесь вот такие внутри кстати вот здесь можно посмотреть дату производства вот этой корпуса этого наклейка это когда все собрали полностью а корпус сам двадцать первый год восьмой месяц вот видите восьмой месяц двадцать первый год на два месяца раньше вытаскиваем остальное резиночки DC09 и это половинка тоже имеет восьмой двадцать первый и внутри вот такая а еще вот рычажок включения выключения вот она эта кнопочка плата PCB A 161 997 1 версия 1.10 и можно снять они они припаяны видите колодка припаяна и здесь та же самая модель указана здесь припаяны USB разъемы и давайте сравним плату со второй штучкой здесь чтобы открыть сначала нужно снять петлю в другую отвертку вот такая металлическая петелька и что самое интересное вкручена она не в пластик а здесь впаяны металлические втулки с резьбой гаечки такие и здесь еще есть такая кнопочка это чтобы когда у нас на ремень надели видите там защелка чтобы снять с ремня здесь вот такая функция что намного конечно круче чем вот это вот откручиваем винты самонарезающие два штуки видите винты разные не такие здесь меньше намного все открыли раскрываем половинки здесь мы видим вот такой механизм смазка что удивительно вот видите как он работает со смазкой и также тоже есть дата 15-й год 15-й год 10-й месяц то есть очень древняя штука это все разбирается конечно рычаг отложим и достаем саму плату здесь резинка сначала выпала здесь плату уже по-другому сделано что-то не лезет возможно вот это мешает видимо нужно вытащить сначала переключатель так не вытащишь чтобы переключатель вытащить там нужно он поддеть возьмем какое-нибудь шило попробуем нажать да нажали штучку и переключатель отсоединился теперь можно спокойно вытащить плату тоже какой здесь 18-й год может я здесь плохо посмотрел да это половинка 15-й год это половинка 18-й год здесь уже плата другая топ-бэнд фирма LXT V8 18-й год 15 марта здесь какой-то тоже наклейка на колодке колодка здесь уже припаяна прям так серьезно к плате катушка есть провод припаян ну и давайте вместе видите платы абсолютно разные непонятно с чем это связано сейчас надо будет погуглить вот эту топ-бэнд что за фирма ну все собираю обратно давайте проверим будет ли заряжаться от этих устройств макбук USB-C вставляю в макбук вставили нет тишина как-то он легко вставляется этот яндекс колонки шнур может сам шнур не подходит во пошла зарядка а вот этот разъем что-то только в один тоже идет все нормально теоретически можно зарядить от макиты макбук выключаем нет зарядки включаем есть зарядка пробуем на втором девайсе тоже работает ну вот круто с собой если берете ноутбук куда-нибудь можно взять дополнительную батарею давайте проверим и ноутбук и планшет включаем прошла зарядка и там и там в этом случае наверно будет очень быстро разряжаться на ней он пишется источник питания сетевое до ранее пошло 15 только что было написано заряжается но при этом потом пропало и написало 15 если мы один отключаем включаем давайте здесь отключим аккумулятор аккумулятор не заряжается видимо какое-то сейчас время он подумает либо не хватает напряжения он просто питает его но аккумулятор сам не заряжает хотя вот сейчас время прошло небольшое смотрите молния появилась источник питания сетевой адаптер более 10 часов схем в интернете на вот этот ADP05 нету но зато есть на DCV202 есть вот такая схема и здесь еще есть документик такой где были некоторые изменения произведены есть такая версия вот на американском сайте для CXT аккумуляторов а еще есть вот такая версия без провода и здесь есть выход сбоку out тоже на один usb разъем но именно выход с бачка и к ней нужно было докупать еще вот отдельно есть кабель в пакетике он продавался то то есть точно такая версия только вот здесь еще есть выход вот здесь еще есть выход под провод а еще в интернете есть usb кабель макитовский отдельный я так понимаю его можно подключить к usb порту например к тому адаптеру и подключить жилетки то есть на выходе там вот такая штука будет в принципе на этом все не забывайте подписываться на мои соц сети кстати тут пошел слушок что возможно youtube будут блокировать уже окончательно скорее всего к осени этого года поэтому подпишитесь обязательно на мою группу вконтакте на мой телеграм на мой яндекс дзен что у меня еще есть одноклассники в одноклассники я так редко выкладываю что то основные куда я выкладываю это дзен телеграм и вконтакте в телеграме больше всего всякого но телеграм у меня не монетизирован вконтакте у меня не монетизирован чтобы монетизировал вконтакте нужно чтобы видео были монетизированы нужно чтобы в группе было от 5000 подписчиков у меня там 480 по моему человек поэтому ребят не впадлу кому просто подпишитесь вконтакте перейдите вконтакте подпишитесь можете не смотреть туда не это добейте аудиторию до 5000 прошу вас дзен дзен у меня монетизирован но заработок там сколько в среднем 500 рублей в месяц youtube сейчас заработок идет была тысяча сейчас пол полторы тысячи в месяц вот и все заработки с этих блогов кто то думает что блогеры жируют но на самом деле больше убытков на оборудование и на все остальное один микрофон который я купил просто стоит очень огромных денег у меня канал за всю жизнь столько не заработал на этой грустной ноте всем пока я точно что что и в и и Продолжение следует...